находитесь на канале синхронизация моей жизни то есть получается я записываю ролики именно для себя как я живу конечно бывают они задержкой бывает и на день и на неделю и на месяц на полгода и даже на год после этих роликов буду монтировать то есть воспоминания с отпуска 2019 19 года так как не мог никак все домонтировать его но опять же у меня все видео они расположены по плейлистам то есть кому интересно можете заходить в плейлист смотреть выбирать видео те которые вы не видели и также смотреть а так стараюсь синхронизацию не нарушать где-то восстанавливать ее для себя так скажем чтобы знать и в общем первый раз получается я полетел на самолете а вот эта дача вот это вот именно видео мне еще будет несколько видео это дача именно та на которой я был в детстве когда получать получается приезжал по отцу линии бабушкиным сестрам то есть получается вот и вот в одной бабушкиной сестры было вот именно именно это дача ее муж сам строил им то ли выдали участок то ли они его купили что-то такое вот но в 2006 или восьмом году они ее продали даже но не знали что продали дачу потом уже узнали но опять же ранее говорил что когда-то что-то продают родственники дата именно спрашивать других своих родственников что вот мы хотим продать не хотите или вы купить то есть предлагать вроде как это тоже есть хорошо поэтому как то так единственно думали что стоят гораздо дороже они но оказывается можно найти и подешевле ну вот в общем полетел я на самолете воспоминания скажем первый раз было очень страшно но думаю другие летают а почему бы мне не полетать думаю так иначе дачу не куплю потому что парень и неделю ждал поэтому продавец то есть уже время поджимала плюс еще взял 10 дней за свой счет и в общем как то так еще получается подменился и плюс там у нас отсыпной выходной большим где-то у меня было пол месяца почти где-то недели две вот очень получается на самолете я долетел до москвы давно кого на на победе получается за 2 700 и потом за тысячу рублей на поезде на новом кстати будут фотографии в дальнейшем я получается доехал до ярославля сразу то есть обдумал все и поехал до электрички до телищева посмотреть дачу то есть все таки интересно было и на что можно скинуть цену хотелось кинуть цену за полы но цена и так была маленькая в общем я нашел в профиль что цена была изначально в августе он продавал ее за 200 вот потом 190 и потом он продавал как участок за 120 и за 119 вот мы договорились на 90 тысяч тысячах лучшим он согласился он говорит менее продавать не буду потому что за 80 были у меня два три покупателя поэтому за 80 в любом случае было не продал но опять же участок с документами то есть и плюс еще расположен на нем фундамент и на фундаменте швеллер то есть под полами находится за место лак четко прям все и плюс первый этаж каменный я вот все-таки надумал что второй этаж я покрою крышу и его подремонтирую так чтобы так скажем он чтобы был конечно же с первого этажа полностью хочу все убрать и обои из потолка все полностью все полы все все даже будет возможность следующем году приеду также буду записывать ролики с помощью паузы допустим одним кадром где-то для монтажа тоже то есть я уже обдумал куплю палатку ну такую небольшую допустим чтобы не промокаешься и даже поставлю ее на втором этаже в доме элементарно если там примеру дождь будет а так если солнечная погода то даже на участке поставлю палатку и буду заниматься домом то есть в первую очередь заказать ковш убрать весь мусор так как его очень много мусор это не то что мусора вещи прежних жителей которые жили на этой даче поэтому то есть они уже все они старые пришли в негодность и люди не пользуются этой дачи лет пять по слухам председателя помощника очень получается там какие-то вам же жили пару лет они им звонили но виду семейных обстоятельствах он немного сказала то есть им было не до дачи то есть их можно понять поэтому мне самый главный плюс что купил ее недорого в первую очередь сдачи чего я хочу сделать то есть заказать этот ковш убрать полностью весь мусор полы все 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 то есть нанять рабочих по 500 рублей в день это очень хорошая сумма такса для этого региона то есть ярославля и в первую очередь сделать полы на первом этаже то есть чтобы по крайней мере можно было там спать ночевать а это получается вы видели моё любимое кафе в которой я потом в дальнейшем зашел и познакомился с этим с парнем он кстати сейчас занимается доставкой еды по городу ярославлю круглосуточно там какая-то особая такая еда в общем вкусная вот в общем получается недавно с ним созванивался и нужно будет приехать то есть он поможет так скажем даже устроиться на работу заниматься только то есть ютубом видеороликами социальными группами то есть продвижение делать ему рекламу по интернету и все то есть ему этого вполне достаточно а это получается то есть вечерний ярославль это я после кафе когда вышел так немножко так кадрами заснял вот опять же то есть если чисто так выспаться да то можно пойти в холстал стоит 400 450 500 рублей сутки то есть где я буду один в комнате где я спокойно хорошо вымусь отдохну вот плюс еще познакомился через рабочего получается с его так скажем хорошим знакомым он его все коляй коляй называл и думал мне это будет именно в голове слово то есть мужик восемь лет назад купил участок 4 сотки потом еще второй участок купил получается то есть еще четыре сотки и стал в общем строится и поставил дом из сайдинга за 400 тысяч рублей там где-то было он не говорил года где-то четыре или три назад примерно где-то так в том году он поставил баню и вот он с этим рабочим то и познакомился он ее купил за 70 тысяч раскатали и по бревнам то есть и привезли ему где-то он говорит около 100 тысяч обошлось ну в общем это очень дешево там баня где-то у него примерно сейчас скажу где-то 55 на 6 примерно такая или 6 на 7 в общем больше моей дачи дачи у меня кстати я узнал 4 на 5 в общем нормально принципе больше то и не хотела когда больше там два окна то есть получается тоже лишний раз там в общем покупал то что мне именно надо то что мне вот видите по скриншотам таких по фотографиям быстро и по делу можно да вот так вот смотрите сделать но я хочу дачу в общем сделать такой навес чтобы я прям на машине заезжал и машину под навес оставлял чтоб я сразу выходил из машины из заходил на крыльцо по которой кстати чтобы было она вокруг дома и и сзади дома или сбоку там уже буду снимать видео подскажите мне то есть сделать летнюю массандру эту беседку в общем так скажем вот или терраску допустим и в дальнейшем конечно снести второй этаж и запустить туда балки вести метровый чтобы уже капитальный был второй этаж и намного гораздо больше все кусты кстати знакомый получается все посрубал поспиливал бензопилой ушел ушло три бачка так что виноград весь я убрал этот дом кстати вот такой вот он был на фотках на авито вот видите да 200000 что изначально ну потом стала цену снижать потому что он продавал почему так быстро просто быстро хотел продать поэтому как-то так ну и так ориентировочно то есть какие дачи без мусора где-то стоит в районе 400 450 500 тысяч которые именно надо делать те же самые полы и оклеивать и все-все вот такой варианте то есть можно сделать но есть варианты я смотрю дачи и скриншоты делаю чтобы второй этаж такой как двойной был именно вот еще хотелось бы чтобы с балконом или чтобы можно было со второго этажа выходить то есть и воздухом дышать прям вообще было бы четко плюс там большой плюс то что неподалеку живет помощник председателя то есть так скажем но опять же можно поставить видеонаблюдение на самой даче все это сделать по вайфаю чтобы я мог смотреть поэтому как-то так но это описание сделал этого дома с авито так ну что вам еще рассказать пишите больше комментариев задавайте вопросы хочу сделать видео которое но такая дача смотрите суперская да типа как балкон такой здоровый вообще и плюс второй этаж то есть сделать хочу видео ответы на вопросы по комментариям то есть роли который набрал в данный момент 58 тысяч купил дачу свои мечты детства и порассказывать речка ранее было гораздо конечно шире и глубже но все обмельчало вода кстати очень много находится в ней железо подскажите кто знает то есть что поставить какую систему чтобы то есть не было железо но так в принципе то есть я подумал 5 литров в сутки именно питьевой воды для готовки для чая мне вполне хватит то есть можно затариться этими канистрами большими бочками под воду то есть на машине привести даже на грузовой и как бы все ровно все четко будет вообще даже не думал что-то именно первый этаж каменный будет тут именно то что я хотела второй этаж почему я каменный не хотел потому что со второго этажа с каменного получается ничего не сделать или разбирать надо будет его или что-то такое то есть а когда именно второй этаж деревянный его можно смести поставить балки 10 метровые и сзади дачи то есть сделать пристройку летнюю кухню и в бог сделать то есть чтобы навес было и чтобы допустим большую терраску вот планирую кстати туда переезжать но в данный момент пока надо делать прям а это получается фотки с едой то я в кафешке ходил ел кстати очень дешево от солянка допустим 80 рублей стоит у нас в городе солянка 255 стоит ну то есть средняя цена так относительно поэтому в три раза дешевле это получается я был в монастыре это вот в самом ярославле вот там вот службу ту которую хотел заказать так и не заказала это вот темная фотография с уточками это я был женском в толстом монастыре также все полностью есть видео можете смотреть суперский вообще просто единственный обзор хотел снять когда уезжал но уже не снял этого холодильник в котором я мусора обжигал их также есть на видео кстати такой бедлам до конкретный вообще низ на все все буду выкидывать все эти старые диваны полностью полы снимать все а это кто-то написал телефон и потом помощнику председателю дал какое-то масло текло поэтому по речке великая а это с кем я ехал на баблкаре получается полярный круг вообще не хотелось конечно уезжать там такая обстановка клима такой воздух свежий ну прям так бомбически прям так четко очень не хотел уезжать но надо было на работу поэтому ну и опять же все таки уже дело было ближе к осени всем спасибо спасибо подписываемся на канал пишем комментарии ставим лайки всем до новых встреч